Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и сегодня в выпуске. Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и сегодня в выпуске. На месте старого строят новое. В последние годы так больше не было, давно уже не работал. Как стремление к прекрасному в Татарстане поощряют зданиями, узнавал Рамиль Шайдолин. Административные барьеры уменьшить, инвестиционный климат улучшить и работу бизнеса сделать легче. Такие задачи сегодня ставили в Казани на заседании комиссии по развитию предпринимательства в Поволжье. Его провел полпред президента России Михаил Бабич. Какие конкретные предложения прозвучали, выслушал Дмитрий Аринин. Образно говоря, малый и средний бизнес можно сравнить с автомобилем. Сейчас на его пути стоит множество административных барьеров. Как их убрать и сделать так, чтобы дверел двигался быстрее, обсуждали во главе с полпредом президента России. Как сообщил Михаил Бабич, для помощи бизнесу в стране уже расписаны семь дорожных карт. Вот только порой на деле все выполняется не так четко, как на бумаге. К нам поступают сигналы от бизнеса, что на практике по-прежнему существуют административные барьеры. Данная информация также подтверждается и по линии агентства стратегических инициатив. Избавить бизнесменов от таких препонов призваны и многофункциональные центры по казанию госуслуг. В этих кабинках воплощается принцип одного окна. Такой документ оборот избавляет отхождение по многим коридорам власти. Основные услуги это кадастра и Росрегистра. Финишные документы там. Сейчас в республике работают полсотни МФЦ. В них можно получить более 200 услуг по работе с документами. В минувшем году жители республики воспользовались такими центрами более 2 миллионов раз. Решили быстро все. Конечно удобно, потому что приходишь, во-первых, электронная очередь очень быстро идет. Сейчас люди приходят именно за какой-то единой услугой. Со временем люди, наверное, собираясь в МФЦ, все-таки будут понимать, что там параллельно можно еще множество услуг получить. Поэтому развитие, оно еще только-только начинается. По оценкам экспертов, сейчас в Торстане самый лучший инвестиционный климат. Как создать такую ауру для бизнеса, гостям из других регионов рассказал Рустам Мениханов. Значимыми точками роста республики являются объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства. Такие как особые экономические зоны, промышленные парки, технопарки. Сделать работу бизнеса легче должна либерализация законодательства. Так, за нарушение малые предприниматели на первый раз смогут отделаться не штрафом, а предупреждением. Еще проверок малого бизнеса станет меньше, а его доступ к госзакупкам больше. В конечном итоге благоприятный деловой климат должен отразиться и на благоустройстве в социальной сфере. Такой обновленный двор Михаил Бабичу, например, показали сегодня в Казани. Дмитрий Ирина, Ренат Сафин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Рустам Яниханов и генеральный директор Федерального общества корпорации Александр Броверман обсудили сегодня поддержку малого и среднего бизнеса. Как отметил президент Татарстана, необходимо улучшить программы финансовой поддержки предпринимателей и сделать все, чтобы разрушить административные барьеры на пути к ним. Один из шагов в этом направлении – это портал бизнес-навигатора. Он помогает начать свое дело буквально за пять шагов. Сайт только заработал, и его уже назвали верным помощником предпринимателей. Возможность изучила Аделя Коломец. Можно найти все, что хочешь, как хочешь, справа налево, слева направо и даже по диагонали. Бизнес-навигатор МСП – настоящая находка для предпринимателей, причем как опытных, так и начинающих. В этом сегодня убедились татарстанские бизнесмены. Сайт ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Здесь можно рассчитать бизнес-план, подобрать недвижимость, узнать о конкурентах. Отличный инструмент для продаж, в принципе, для анализа рынка. Назар Валиев открыл свое дело полтора года назад. Фирма занимается созданием сайтов мобильных приложений. Он не скрывает, опыта в бизнесе пока маловато, но уверен, теперь вести свое дело будет куда проще. Можно делать анализ конкурентов в своем районе. Если ты куда-то хочешь зайти, то можно все рассчитать, посмотреть. Портал работает уже в 170 российских городах. Самара, Пермь, Уфа, Нижний Новгород. А лидером по количеству зарегистрированных пользователей стал Татарстан. Сегодня интерес наших бизнесменов к электронной энциклопедии заметил и генеральный директор корпорации МСП. Более двух часов он отвечал на вопросы предпринимателей, без внимания не оставил никого. Меня, если честно, переполняет определенным образом впечатление. Потому что 27 вопросов, 27, не было ни в одном субъекте Российской Федерации. И такой активности, живой заинтересованности, вопросы не все были удобнее. Не на все мы могли ответить, но мы были честны. Но активность, экономическая активность, желание открыть и продвинуть свой бизнес, оно просто очевидно. То, что портал поможет представителям малого и среднего бизнеса, уверенный премьер-министр. Она реально предлагает сегодня и денежные продукты, и информационные продукты, а сегодня еще и, ну, фактически, продукты продвижения тех товаров или услуг, которые производит малый и средний бизнес. Это очень важно. Онлайн-ресурс бесплатный, нужно только зайти и зарегистрироваться. Разработчики уверяют, с его помощью любой сможет открыть свое дело за пять шагов. В Казани создали фонд поддержки пострадавших клиентов Татфонбанка и Интехбанка. Об этом сегодня заявили на пресс-конференции. Учредители благотворительной организации сами вкладчики. Ранее инициативу уже поддержал премьер-министр Татарстана. За чей счет будут пополнять фонд и кому первым окажут помощь Александра Севастьянова? Это как раз в последствии регистрации. Да, это в последствии регистрации. Булат Бакеев один из учредителей фонда. Всего же их четыре. Все пострадавшие клиенты Интех и Татфонбанка. Булат Бакеев юридическое лицо. Владелец группы компании Экомат по совместительству заместитель заведующего кафедры банковского дела КАИ. В общей сложности на счетах у него зависло порядка 900 тысяч рублей. Хочется сделать что-то хорошее, помочь людям, которые попали в беду. Я их прекрасно понимаю, сам тоже в таком положении. При этом не уточняется, кому отдадут предпочтение в помощи. По словам Булата Бакеева, всем обратившимся. А это как физ, так и юрлица. Наполнять же финансово организацию будут на безвозмездной основе. Опять-таки все желающие. Под этим словом подразумевают тех, у кого есть свободные для вложения активы. Учитывая сумму долгов банков перед вкладчиками, такие активы могут быть только в закромах крупных татарстанских предприятий. Какая выгода может быть крупным предприятиям, чтобы стабилизировался класс малого-среднего бизнеса? Малый-средний бизнес это могут выступать подрядчиками, чтобы они нормально работали поставщиками. Они могут быть потребителями продукции этих предприятий. Сейчас главная задача создать прозрачный и юридически чистый механизм помощи пострадавшим клиентам банков, лишенных лицензии. Банкротом, в частности Татфонбанк, могут признать уже 11 апреля. На этот день арбитражный суд назначил заседание по делу, а судебное заседание по Интехбанку назначено на 12 апреля. Сейчас фонд приобрел статус юридического лица. В ближайшее время начнется поиск офиса и набор сотрудников. Затем в течение трех месяцев сформируется попечительский совет. А уже по истечению этого срока начнется конкретная работа по выплатам пострадавшим вкладчикам Интехбанка и Татфонбанка. Александр Севастьянова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Почему пенсия маленькая и куда пропали надбавки? Сегодня прием провел руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Эдуард Вафин. Самые актуальные вопросы – новые правила софинансирования пенсии и куда исчезли некоторые начисления. И почему у шахтеров в пенсионный стаж не входит срок службы в армии? А вот доплата, которая идет за счет дополнительных уплаченных работодателям страховых взносов – это доплата уже к пенсии. И там стаж для расчета этой доплаты берется только тот период работы именно на шахте, именно на подземных работах. И гражданин не понимает, почему именно в расчете доплаты не учитывается его служба в армии. По разные стороны одного берега местные жители поселка Атабаева Лаишевского района против будущей пристани. Пока местные бунтуют, рабочие удивляются. Предприниматель планирует построить лодочную станцию на благо всем. В ситуации разбиралась Альбина Минебаева. Хотя бы советоваться надо с местным населением, спросить, как-то, так-то. Как говорится, чужой монастырь своим уставом, кто не заходит же. Одна акватория реки Камы разделила предпринимателей и местных жителей на две баррикады. Оказалось, что они не на одной волне. Часть берега поселка Атабаева теперь в частных руках. Отдыхающие и рыбаки опасаются, что доступ к Каме им закроют. Лодки спускали здесь, кто приезжал на рыбалку. Вот как раз вот на этом месте. Дети купались там, рыбу ловят вся деревня там. Сейчас на территории становится, никто не пустит на территорию. Саянка, пожалуйста, поставил лодку, отдыхать спокойно. Сейчас на месте берега сваи для будущей пристани. Права на часть пляжа были получены через два аукциона. Решение первого уже отменено. Местные жители рабочим не мешают здесь вместо горячих споров сварочные работы. Именно на этом месте на берегу сейчас идет строительство пристани и жалобы местных жителей никак не помешали ходу работ. И по плану уже этой весной здесь пришвартуются первые кораблики. Мы только за цивилизацию, за порядок. Территория теперь в пользовании Искандера Сафина. В его планах обустроить берег Камы и внести уже новые правила. Мы планируем поставить пост рыбнадзора, рыбинспекции, пост ГИМСа, чтобы проверялись документы на наличие. То есть может он рыбачить на сети здесь, не может он рыбачить. Есть налодка документов, нет налодки документов, то есть будет порядок. Эта экология вся здесь будет нарушена, потому что здесь будет масло. Ну как вы представляете, бензин, масло, оно же будет сливаться где-то что-то проходить, и это все будет загрязнение. Свой берег жители решили отстоять с помощью природоохранной прокуратуры. Ведомство совместно с Минэкологией и Росреестром оценили ситуацию на месте. Установлено нарушение, загрязнение территории, выход за пределы акватории предоставленной и проведение работ непредусмотренных разрешением. Материалы дела прокуратура отправила в отдел водных ресурсов и Росприроднадзора. Ведомство не исключать, что договор аренды с предпринимателем будет расторгнут. Резиновые горы и резиновые камни. Нижнекамские экологи обнаружили незаконную свалку автомобильных шин. Настоящие залежи отходов появились возле села Прости. Кстати, это не первый визит экологов. Два года назад они уже выписали штраф на 5 миллионов рублей одному из предприятий. Так почему же тянут резину Елена Веселова? Свалка резиновых изделий и автомобильных шин за такие нарушения в селе Прости не прощают. В советские времена здесь был полигон резиновых отходов. Стертую резину скидывают, видимо, по привычке. Еще в феврале эти залежи разгребали рабочие. Теперь же тут тихо. Хотя бы на время ситуацию улучшило бескомпромиссное обращение главы поселения в Министерство экологии Татарстана. В настоящее время там работа не ведется. После того я направил письмо в экологию, в Министерство экологии, и в полицию для проверки работы вообще вот этой славки. На законность, нарушается ли там производство охранное законодательство. Потом вот это у нас течет там ручей, в этой отходы все попадает в ручей, который бежит через наш село. После обращения на место выехали экологи. Помимо резиновых отходов, специалисты установили, что здесь был снят плодородный слой почвы. Началось расследование. На месте нарушения мы выявили экскаватор, принадлежащий предприятию КАМ «Строймаш». В рамках административного расследования будут проведены отборы, пробы на загрязнение почвы химическими веществами. Простым прости дело не закончится. Нарушения на месте свалки фиксировали и ранее. Два года назад предприятие «Экотехнология» уже попало на штраф в 5 миллионов рублей. Провинились с несанкционированными работами. Они нарушили естественный слой почвы. Кто в этот раз получит административную черную метку от Минэкологии, покажет следствие. Оно может продлиться несколько месяцев. Ясно одно, пониманием и прощением нарушитель не отделается. Елена Веселова, Александр Севастьян, Варинат Харасов, ТНВ, Нижнекамск. Это новости на ТНВ и далее в программе. На месте старого строят новое. В последние годы так не было от клуба, давно уже не работалось. Как стремление к прекрасному в Татарстане поощряют зданиями. Узнавал Рамиль Шайдулин. При общении к культуре. Чем больше пройдут дети через театр, тем меньше проблем у нас в будущем. О том, быть или не быть Буимской театральной столице республики, в сюжете Сергея Хайдарова. Президент Татарстана Рустам Яниханов по итогам февраля занял второе место в медиарейтинге губернаторов ПФО и четвертое место среди главсубъектов России. Такие данные опубликовала медиалогия. В тройку лидеров Приволжского округа вошли в Рио главы Пермского края и губернатор Саратовской области. В рейтинге же главсубъектов России Рустама Яниханова опередили мэр Москвы, губернаторы Пермского края и Московской области. Друзья по соседству, сегодня члены партии «Единая Россия» встретились с делегацией из Китая. Главная цель визита – реализация договоренностей, достигнутых ранее, а также обмен опытом. Секретарь Татарстанского регионального отделения Фарид Мухаммедшин рассказал гостям о социально-экономическом потенциале республики и о работе партии. Чтобы были быстрее, выше и сильнее, помещение новее, крепче и теплее. В республике появится 11 новых лыжных баз. На каждую уйдет по 6 миллионов рублей. Где строить уже начали, а где только намечают сроки. Рамиль Шайдулин. И спортсменам, и любителям, и детям, и семейным. Для спортивного отдыха по всему Татарстану появятся новые лыжные базы. С той же целью, что и универсальные спортивные площадки. Это массовый бесплатный отдых, но здесь на выбор будут и платные опции. Прокат коньков, лыж и прочего инвентаря, шлемов. Это все так же будет организовано малым бизнесом. Потому что всегда такие направления выгоднее отдавать не государству, а частному бизнесу маленьким. 11 баз появятся по одной на район. Смотреть за ними будут сами муниципалитеты. На районы выбраны как самые активные в лыжном спорте. От Огрыза до Казани они появятся уже к осени. Хорошо для развития поселка. Иван из Высокогорского района рад другому. Земля талантами полна, а развивать было негде. Наконец в центре поселка Дачный появится свой клуб. На месте старого, бесхозного. Рядом с новыми спортплощадкой и домом участкового полиции. Да и дорогу будет обновили. Нормально будет хорошее место. И завышенная середина этого поселка. По задумке архитекторов это не просто будущий сельский клуб, а целый многофункциональный центр. В его центре расположится сцена, но за ней не просто гримерки, а и сельсовет. Чуть дальше почта, а рядом библиотека. Клуб на 200 мест в Дачном, 8-й по Высокогорскому району. Стены подняли только зимой. Впереди три четверти всех работ. Крыша, внутренняя отделка и озеленение. Завершить этот объект, подряд на организации переговоры введен, в июне месяце обещают настроить. С начала работы программы по Татарстану построено и работает 226 таких клубов. В этом году список пополнится еще тремя десятками. На 31 клуб выделено 275 миллионов рублей. Рамиль Шайдулин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань, Высокогорский район. Вирус знакомый, последствия сложнее. На смену гриппу группы А идет вирус группы Б. Заболели уже 40 человек. И хотя врачи говорят, что эпидемия ОРВИ на спаде, Роспотребнадзор предупреждает. Новый штамп чреват последствиями. Спасет ли прививка Елена Новгородцева? Нет ли налеты или все ли в порядке с легкими? Альфья Ибрагимова педиатры знают, как быстро распознать, есть ли у ребенка хрип или воспаление. Ведь даже привитые дети по весне могут заболеть, например, гриппом. Если в начале года здоровью грозил тип А, то сегодня другая разновидность. В Татарстан пришел вирус группы Б. За весь период эпидемический зарегистрировано 477 случаев гриппа. В том числе гриппом Б 43 случая. Заболеть можно в автобусах, помещениях, на улицах, местах массового скопления людей. Ведь тип Б передается только от человека к человеку. Врачи замечают, прививки никто не отменял. Прививки от гриппа делали. Специально ходил в свою 16-ю поликлинику. Но что удивительно, что никогда я ни гриппом, ничего не страдал. А в этом году, в январе, я первый раз подхватил этот грипп. Казанец Валерий Касимов заболел уже после уколов. А кто-то из горожан грипповал без них. Я в прошлом году делала, в этом году болела, когда делали. Поэтому я даже не сунулась. Кто знает, там где-то ослаблены, мало ли что. Грипп типа А настигал в морозы. Тип Б ожил с потеплением. В феврале-март это самый благоприятный период. Симптомы обоих типов похожи. Это высокая температура и кашель. Но, по словам врачей, без лечения Тип Б опасен своими осложнениями для дыхательных путей. Поэтому при первых симптомах сразу же к врачу. Елена Новгородцева, Раймин Шейдулин, Алексей Алексеев, ТНВ Казань. От веб-разработок до сетевого администрирования. Сегодня в Казани открылись отборочные соревнования WorldSkills по IT-компетенции. Свыше 130 участников из 62 регионов страны. Конкурс продлится 3 дня по 5 компетенции. Победители отборочного этапа поедут в мае в Краснодар на финал WorldSkills. Соревнования, оно, во-первых, позволяет выявить, само собой, лучших. Ну и, во-вторых, мотивирует наших молодых людей развиваться, образовываться. То есть, постигать какие-то новые азы знаний. Ну и, так скажем, активно учиться и достигать хороших результатов, в том числе и в учебе. Буинск на несколько дней стал театральной столицей республики. Здесь открылся первый всероссийский фестиваль театров народов по Волжье и Урала. За одну неделю на двух площадках спектакли покажут 17 театральных труп. Сергей Хайдаров увидел премьеры. За последнюю неделю Буинск стал самой настоящей театральной столицей республики Татарстан. Именно сюда съехались трупы из Коми, Чувашской республики и многих других регионов страны. Буинскому зрителю уже полюбилась театральная культура. Об этом говорит количество зрителей. Вне фестиваля такие аншлаги в Буинском драматическом норма. Сегодня на сцене Удмуртский национальный театр. Важная деталь – наушники для зрителей. Актеры говорят на родном удмуртском языке. Основная сложность постановки в том, что на сцене находятся всего два актера. Пьеса итальянского драматурга Дарья Фо «Свободная пара» рассказывает о том, к чему приводят свободные отношения. Задача режиссера – донести главное. Мы показываем средний возраст. Средний возраст, какой случается мой возраст, какие трудности жизни, проблемы. Мы пытались показать, высневая вот эти все проблемы. За время фестиваля в Буинске свои постановки покажут 17 театральных труп. Каждый день новое представление. Цены на билеты тоже далеко не столичные. Самые дешевые – 100 рублей. Самые дорогие – на Камаловский театр – 500. Народ идет. В Буинске уже начали узнавать актеров в лицо. Даже вот на улице, когда встречаешься, народ очень приветливый. Мне нравится так. Городок небольшой. Я чувствую, что друг друга все знают тут. Проведение фестиваля в Буинске – инициатива заслуженного артиста Татарстана Раиля Садриева. Именно он предложил сделать такое масштабное мероприятие ежегодным. И вот первый опыт. Вечером театр для родителей, днем кукольный для детей. Молодому поколению особое внимание. Ежедневно дневные представления дают для школьников. Сегодня дети, завтра народ. Через 10 лет эти ребята станут уже нашим постоянным зрителем. Чем больше пройдут дети через театр, тем меньше проблем у нас в будущем. Я так думаю. И уверен в этом. В следующем году фестивалю будет присвоен статус международного. Организаторы приложат все усилия, чтобы буинский зритель увидел творчество зарубежных театров. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ Казань. Наурус в Казани. В субботу в 11 часов в Ханском дворике на территории Казанского ипподрома начнут праздновать персидский Новый год, как его еще принято называть. Отмечают Наурус в день весеннего равноденствия. Гостей праздника ждут концерты разнообразия национальных традиций и культур. Здесь же можно будет попробовать блюда народов, празднующих Наурус. Вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов 112». В Казани задержали налетчиков на ювелирные салоны. Подробности через несколько минут. А я напоминаю, что все репортажи этого выпуска будут на сайте телекомпании. О деловых новостях республики можно прочитать в интернет-газете «Реальное время». Далее в выпуске новости спорта и прогноз погоды. Я же прощаюсь и увидимся в 21.30. Казаньорк Синтез. Химия достижений. Азина Авто скидывает до 20% стоимости на автомобили «Лада». На всех автомобилей не хватит. Стань владельцем «Лада» уже сейчас в Азина Авто. Азина Авто. 512-12-12. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачная, высокая, средняя, рыночная. Но если вы ищите низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Каникулы. Самое время посетить дельфинарий. Приходите с семьей, с друзьями или всем классом. Звоните 70 16 42. 25 марта в 10 часов Казанский государственный аграрный университет приглашает на день открытых дверей. Кан Авто. Официальный дилер автомобилей УАЗ. В марте увеличил выгоду до 110 тысяч рублей. Приезжай и обменяй свой автомобиль на новый УАЗ Патриот. И получи дополнительные подарки. Кан Авто. 230-30-30. Артрит, остеохондроз, гипертония. От этих и других заболеваний может помочь аппарат Елатомского завода Алмак-01. В марте весенняя цена на Алмак-01. В аптеках 36,6 отличная и аптеках Сакпура. В магазинах Идеал еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. Цукавайбы, цукавайбы. И команда. Водроу. Алис, ма, Алис. Только до конца марта. Лада Веста с выгодой до 30 тысяч. Лада Гранта до 60 тысяч. И Икс Рей до 90 тысяч рублей. Подробности на сайте parus.lada.ru Автоцентр Парус. Цена парт в санатории Васильевский. Скидки 30% на вторую путевку. И подарки на праздничные дни. Питание по системе «Шведский стол». Санаторий Васильевский. 22-66-770. Жалюди, рольставни, шторы и ворота. Покупайте в Стелле, а не у кого-то. Стелл во имя комфорта. Форум автомобилестроения Республики Татарстан. С 29 по 31 марта выступление ведущих экспертов автоиндустрии. Прямые переговоры. Экспозиция китайских производителей автокомпонентов. Внимание! В КанАвто большое поступление автомобилей «Лада Ларгус». И с каждым днем их становится меньше. Успейте обменять свой автомобиль на новый «Лада Ларгус» с выгодой до 87 тысяч рублей. КанАвто. 230-30-30. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Заключительная подготовка перед решающим боем. Хоккеисты Акбарса провели открытую тренировку перед вылетом в Магнитогорск. Впереди у команды финал конференции «Восток» против действующего обладателя Кубка Гагарина «Металурга». Основная ледовая площадка Татнефтьарены готовится к боям, поэтому для тренировок была выбрана запасная арена. Впрочем, для команды нет разницы, где готовиться. Главное – правильно настроиться на серьезного соперника. Капитан Барсов Александр Свитов не принимал участия на тренировке, но с командой он полетит. Наставник Акбарса не станет менять победный состав. Все будет зависеть от конкретных матчей. Поблажек в плей-офф нет ни для кого. Стартовые поединки пройдут в Магнитогорске 24 и 26 марта. Дальше серия переедет в столицу Татарстана. Спортсмены из Набережных Челнов стали победителями чемпионата России по армрестлингу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Автограда. Турнир завершился в Московской области. В нем приняли участие 488 спортсменов из 32 регионов, в том числе и из Татарстана. Набережные Челны на турнире представляли воспитники Дюсышавитис. По итогам соревнований первое место весовой категории 50 килограммов заняла Милявша Гимранова. Второе место весовой категории 55 килограммов завоевал Ирик Зиядинов. Дальше спортсмены будут готовиться к международным стартам. Тем временем российская футбольная премьер-лига изменила дату проведения матча 21 тура чемпионата России между Рубином и Зенитом. Игра состоится в воскресенье 2 апреля на стадионе Казань-Арена. Начало встречи в 14.00. Также стало известно, что полуфинальный матч Кубка России Урала-Рубин пройдет 6 апреля в Екатеринбурге. Начало в 17.00 по московскому времени. Игроки основного состава уже начали подготовку к Зениту. Пропустивший последнюю встречу Гюк Денис Караденис занимался в тренажерном зале по индивидуальной программе. Рубен Рачино работал также по индивидуальной программе, но на поле. В тренировке не принимали участие Максим Канунников, Рефаджа Маледдинов и Ильзат Ахметов, которые были вызваны в сборные. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Время новостей о погоде. Тепло-атмосферный фронт продолжает управлять погодными процессами в республике. По данным Яндекс.Погода в предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана будет облачно и без осадков. Ночью довольно морозно, до 10 градусов ниже 0, а днем будет плюс 1 градус. На северо-востоке облачно, возможен дождь. Ночью будет до 8 мороза, днем же до 2 градусов выше 0. На севере республики ожидаются дожди. Ночью будет до минус 9 градусов, днем же до 2 градусов выше 0. На северо-западе облачно, местами снег с дождем. Ночью минус 7, днем же будет около 0 градусов. На юго-западе облачно, возможен дождь. Ночью до 9 мороза, днем температура воздуха составит плюс 3 градуса. В центральном районе республики облачно, местами возможен дождь. Ночью будет до минус 8 градусов, днем же до 1 градуса тепла. В последующие сутки ожидаются осадки и повышение температур. Представщей ночью в Казани ожидается пасмурная погода и до 8 градусов мороза. Днем возможен снег, температуру воздуха составит до 2 градусов тепла. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ожидается магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.